Привет, давай смотреть Добряка, видос под названием «Родил коня». В принципе, коротко и по сути, да, очень странное название, давай смотреть. Ну что, соскучились по упоротым скандинавским мифам? Не-е-е-е! Не-е-е! Да-а-а! Ну тогда поехали. В смысле нет? В смысле нет! После окончания войны асов и ванов в Асгарде задумались, что не мешало бы им какую-нибудь оборону там, ну, стену хотя бы, а то вот это вот как бы вообще никуда не годится, а то вдруг нападут какие-нибудь великаны, коллекторы или тролли горные из Арифлейма. Мы здесь жопы. И тут мимо проезжал бродячий каменщик и говорит, я вам такую стену забабахаю, высоченную, ни одна глиста не проскользнет, да еще и всего за три сезона, но взамен я хочу солнце и луну, а и еще богиню Фрею. Сколько можно, еб твои? Да! Более собрали совет, как бы цена-то великоватая, надо бы все обсудить. Это что-то знакомое прям. Наверное, стоит отказаться. Да че вы ссыте, холь он там построит в такой короткий срок? Локи. А? Он выебывается просто. Дадим ему один сезон, че успеет, то и построит. А дальше сами закончим. И получит он от нас ровно нихуя. Вот это необычно. Типа, блин, помните, мем был с Ларином, как он это говорил, а тут это как бы говорит, а че холос? Слова лохи всех устроили. И каменщик даже согласился на уменьшение срока строительства, но сказал, что будет использовать своего коня с водичварей. В общем, руки пожарных материалов заключили. Началось строительство. К великому удивлению богов, стена-то росла как на дрожжах. Кладка у мужика получалась очень быстро. А еще оказалось, что этот каменщик подозрительный. Очень сильный и выносливый. А его конь вообще не отдыхает. И вот когда до завершения стены осталось несколько дней, боги уже навалили в штаны. В смысле, как это Фрею придется отдать? Нет, иди в хуй, я вас покеда. Да еще и солнце, и луну. Короче, началась истерика и паника. В итоге все вспомнили, что идея согласиться была лодкой. Поэтому крайним сделали его. Короче, сынок, пизда тебе походу. Не кипишуйте, сейчас что-нибудь придумаю. С Вадильфари был неутомим. Вообще не уставал. Мог бы еще таких стен кучу навалить. Но он превратился в красивую лошадь. Поманил коня, и тот сразу кинулся за ней. Каменщик не смог его догнать и найти. Поэтому пришлось работать в одиночку. Когда он понял, что он ни хрена не успеет. Да еще, что его, как бы так помягче сказать, наебали. Он пришел в дикую ярость, в которую могут прийти только великаны. Ага. Вот извините, но мне реально приятно слышать маты от наших с вами любимых ютуберов. Потому что вот, ну ты чувствуешь, что тебя вот перестали вот так вот душить. И прям, я не поклонница матов, вот там через слово, вот это вот как сапожники матерятся, ну и прочее-прочее, знаете, мата для связки слов. Ну вот в таких моментах, как у Добряка, как у Мармока, того же самого. Ну в целом, у тех ребят, кого я смотрю, вот это круто. Мне прям приятно. А, я знал, что ты сраный великан. Эй, Тор! Ах! Великанов боги не убили. Вот так вот. Стена в Асгард так и не была достроена. Но зато богам не пришлось исполнять клятву, которая уничтожила бы мир. А что касается Локи, он забеременел. И через несколько месяцев родил восьминогого жеребца. И назвал Слейпнер. Представьте удивление его жены. Но вообще, Локи плодовитый на всякую страшную херню. Он, помимо Слейпнера, породил еще мирового змея, на минуточку, богиню мертвых Хель и огромного волка Фенрира. Короче, неужик, а корпорации монстров. Да, и сам он любитель попревращаться во всякую хрень. Врагнарек, например, ему стоит драться с Хеймделем в образе тюленей. А от богов он пытался съебаться в форме лосося. Правда, не вышло. Ну и в целом, закончил Локи Лоуэйсон. Не очень. Да, кстати, у него не отчество было, а матьчество. И это еще до повесточки. В общем, за его длинный язык и выходки, его посадили в яму. Кишками сына приковали к камням, и те стали цепями. А над его головой повесили змею, чтобы ее яд капал в рот и глаза. Его жене приходится держать блюдечко, чтобы смягчить муки мужа. Но врагнарек он освободится и пойдет с великанами в Асгард. Ломать им лица. Ну так после такого. И вот дела. С вас 250 тысяч лайков, и я сделаю большой ролик про Тора. Ну, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на... И напитно, что этот видос небольшой, поэтому собираем 250 к лайков. И мне кажется, вот концовку Добряк мог бы как-то красивше, подольше завернуть и рассказать. Он как-то это все вот так скомкал, свернул. И блин. А в целом видос очень классно насчет логии. И я в шоке. Думаю, как и у многих, кто в принципе не знаком с мифологией. Потому что, ну, такого я не ожидала. Ну и с конем. Да и вообще в целом, что вот было сказано бы тут. Но это интересно. И прям интересно, как люди до всего этого дошли. Как эта мифология в целом-то зародилась. Так что Добряку спасибо за позитивные и положительные эмоции. Тебе спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что ролик поднял настроение. И пока. Еще увидимся.